В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Пообщался с наблюдателем. Наблюдатели говорят, что пока, как следствия, никаких не было. Единый день голосования. Как проходили дополнительные выборы депутатов в округе? Температура будет на протяжении пяти дней менее 8 градусов. Будет включен и жилищный сектор. Главной темой встречи Владимира Ружицкого с жителями стала подготовка к отопительному сезону. Вкусно! Вкусно! Бесплатное горячее питание в школе соответствует ли нормам, проверил депутат Мособлдумы. Покрытием мы очень довольны, площадкой тоже все очень красиво, здорово. За благоустройство голосовали на Доброделе. На Московской улице обновили один из дворов. В Люберцах прошли дополнительные выборы депутатов в Совет депутатов по 7-му избирательному округу. В его границах расположен поселок Октябрьский, а также часть Малаховки и Тамилина. Наша съемочная группа работала в единый день голосования. Ровно в 8 утра в городском округе Люберца открылось 20 избирательных участков. В здании 52-й школы разместилось сразу 4 пункта для голосования. Члены участковых избирательных комиссий ждут жителей южной части Малаховки. Атмосфера на участках спокойная. Избиратели приходят. Мы их ждем с удовольствием и встречаем с улыбкой. А еще избирателей встречают с градусником. Каждому, кто заходит в здание, измеряют в температуру и вручают средства защиты. И только после этого человек приступает к процедуре голосования. Мы посмотрели и убедились, что большая работа была проведена для того, чтобы создать условия, удобные для тех, кто пришел голосовать, для тех, кто работает в комиссиях и для наблюдателей. Есть необходимые условия для того, чтобы обезопасить себя при приходе на участок. То есть все элементы необходимые в наличии. В этом убедился и глава Люберец Владимир Ружицкий. Он посетил избирательные участки и отметил, что работа проходит в штатном режиме. Это же не первые выборы у нас. У нас комиссии опытные, председатели опытные. Мы время от времени участвуем в голосовании разного уровня. И местные, и областные, и федеральные. Все проходит на уровне. Достаточно открыто, достаточно организованно. Затем, чтобы дополнительные выборы проходили честно и прозрачно, следят не только власти, но и наблюдатели. Это представители различных политических партий, члены общественной палаты и сотрудники СМИ. Пообщался с наблюдателем. Наблюдатели говорят, что пока эксцессов никаких не было. Значит, выборы проходят ровно, спокойно, без нарушений. Я общался с ТИКом, то есть нарушения пока не зафиксированы. Это очень здорово. В бюллетене фамилии 11 человек, претендующих на кресло депутата. Каждый избиратель может отдать голос за одного или двух кандидатов. Я проработала воспитателем, сейчас работаю. Хочется, чтобы в детском саду все было хорошо, чтобы мамам было полегче. В этом году в Совете депутатов городского округа освободилось два места. Их займут кандидаты, которые получат наибольшее количество голосов. А уже через год жителям Люберец предстоит выбрать новый состав народных избранников. Свой выбор в единый день голосования сделали также жители поселков Октябрьский и Томилино. Избирательные участки, которые расположились в школе номер 53, проинспектировал депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. В здании 53-й школы в Октябрьском разместилось пять избирательных участков. В общей сложности здесь могут проголосовать более 9 тысяч человек. Некоторые жители поселка сделали свой выбор досрочно. Из-за того, что люди идут спокойно, нет толпы, и мы должны понимать, что сегодня первые выборы полноценные, не онлайн. Я посмотрел, там и методы средства защиты все присутствуют. Комиссии тоже стараются за этим смотреть, на входе проверять температуру. Я думаю, что в этом плане тоже будет все нормально. Еще одним местом, где жители городского округа могли сделать свой выбор, стала Томилинская школа 17. Там работала участковая избирательная комиссия номер 1536. За процессом голосования следили наблюдатели от различных политических партий. Все спокойно, явка у нас небольшая, никаких эксцессов не выявлено. Пункты для голосования закрылись в поселках городского округа в 20.00. После этого члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Луиза Егезарян, Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. На встрече подвели итоги дополнительных выборов, прошедших в округе, а также рассказали о проделанной работе служб и ведомств за отчетный период. Подробности у моей коллеги Луизы Егезарян. За соблюдением правопорядка на избирательных участках следил практически весь личный состав Люберецкой полиции. По словам Евгения Романцева, единый день голосования прошел без нарушения общественного порядка. Также на прошлой неделе Люберецкие правоохранители раскрыли 30 преступлений. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление Люберецкой поступило 1850 сообщений от граждан. По данным сообщения возбуждено 35 уголовных дел. Два пожара произошло на территории городского округа Люберцы на минувшей неделе. Оба происшествия обошлись без пострадавших. В одном случае сгорело два сарая, а во втором – кухонная плита и мебель в жилом помещении. 9 сентября, 8 часов 28 минут, городской округ Люберцы, поселок Росково, улица Осавиахима, дом 12. Прикопили стенный потолок на площади 12 квадратных метров. В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в округе отремонтировано 114 входных групп. Чтобы завершить план этого года, остается преобразить 27 объектов. Кроме того, подъезды многоквартирных домов адаптируют для маломобильных групп населения. Всего запланировано в проведении работ 46 подъездов, в которых проживают 54 инвалиды. Работа выполнена в 27 подъездах. Работа проводится в срок, нарушений графика работ нет. Председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков подвел итоги единого дня голосования. По результатам дополнительных выборов в Совет депутатов городского округа Люберцы вошли члены партии «Единая Россия» Владимир Маланин и Рубен Савялов. Хочу поблагодарить членов участковых избирательных комиссий, наших уважаемых наблюдателей, наши средства массовой информации. И, конечно, благодарю за большую работу сотрудников полиции и Росгвардии, которые осуществляли безопасность на наших участках. Во время совещания Владимир Ужецкий наградил выдающихся спортсменов округа. Среди них председатель «Росмолспорта» Подмосковья Сергей Ягаджанян. Люберчанин установил рекорд России и мира в такт-пуле. Он осуществил буксировку самолета массой более 16 тонн. 35-метровую дистанцию преодолел за полторы минуты. При этом спортсмен надувал до разрыва три медицинские грелки объемом 3 литра. Луица Игязарян, Валерий Апсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Глава Люберец Владимир Ужецкий встретился с жителями городского округа. Участники собрания обсудили подготовку к отопительному сезону и вопросы, связанные с обслуживанием жилых домов. Подробнее в репортаже моих коллег. Сентябрь – время финальной стадии подготовки округа к отопительному сезону. Готовность Люберец к осенне-зимнему периоду стала одной из главных тем ежемесячного собрания с жителями. Мы планируем начать отопительный сезон, исходя из тех температур, что есть. Где-то с 21 сентября мы должны быть готовы к пуску тепла. В первую очередь это социальная сфера, это школы, сады, больницы, поликлиники. А дальше, когда температура будет на протяжении пяти дней менее 8 градусов, будет включен и жилищный сектор. В этом году состоялся ремонт двух котельных в Люберцах и реконструкция котельной в Малаховке, несмотря на стопроцентную готовность округа к холодам. Люберчане обратили внимание властей на другую проблему. Сразу несколько жителей улицы 3-й почтового отделения пожаловались на качество питьевой воды. Вы разберитесь и понять, что происходит. Для меня это какое-то откровение. Давайте создадим рабочую группу по анализу, по вопросам, связанных с водопотреблением поселка, по качеству воды. Со стартом учебного сезона жители ЖК Новокроскова вновь указали на необходимость строительства школы. В качестве временного решения детей предлагают возить в Малаховские или Коросковские учебные учреждения. Но такая возможность есть не у всех родителей. Жителей заверили. Новая школа на 700 мест откроется уже через два года. Сейчас этот вопрос в стадии решения находится. Мы, как говорится, определили земельный участок на сегодняшний день, где будет она размещена. И надеюсь, что в следующем году мы приступим к строительству. Проектирование уже идет, здание. И вот ориентировочно 22-й год, сентября. Все вопросы взяты под личный контроль главы округа и занесены в протокол. Следующая встреча с жителями состоится в октябре. Мы способны решать целый блок вопросов. Но в одиночку администрация, советуем депутатов. Что-то будет, но не получится. Мы опираемся на активных жителей. Александр Колганов, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. В округе завершается благоустройство дворовых территорий. Из 34 запланированных под реновацию площадок 18 уже готовы. На торжественном открытии обновленного двора на Московской улице побывала наша съемочная группа. Этот двор преобразился за полтора месяца. По просьбе жителей здесь обновили 8 парковочных мест, положили новый асфальт, засеяли газон, сделали зону отдыха с лавочками и дорожками. За появление современной детской площадки на сайте Добродел голосовали всем двором. Спасибо большое. Вот наконец-то нам площадку построили. Покрытием мы очень довольны. Площадкой тоже все очень красиво, здорово. И теперь наши дети будут с удовольствием играть. 300 квадратных метров для детского досуга на любой вкус и разный возраст. Большой игровой комплекс, качели, карусели и песочница. Вместе с жителями детскую площадку и обновленный двор оценил Владимир Ружицкий. Смех детишек, веселье, родители радуются. Потому что на самом деле все очень сделано по уму, красиво. У меня нет замечаний. Осталось, скажем так, доделать в следующем году такую спортивную площадку. Ну, это будет в следующие годы. Здесь будет еще и спортивная площадка рядышком. Поэтому здесь все продумано, все нормально. Я оцениваю, что для жителей очень комфортно. В течение недели в округе будут готовы еще 14 территорий. Все работы по благоустройству дворов завершатся 1 октября. На территории школы номер 2 городского округа Люберцы обновили асфальтное покрытие. Масштабное благоустройство двора учебного заведения началось в конце августа. Ремонтные работы пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Поскольку территория школы и сама школа уже больше 50 лет существует, то, конечно же, здесь многое требовало замены. На этой площадке асфальт менялся 15 лет назад. Дорожки вокруг школы больше 20 лет назад был положен асфальт. То есть, да, он был, но он уже был не того качества, которого хотелось бы видеть. Новым асфальтом покрыли участок площадью 2500 квадратных метров. Это практически вся территория вокруг школы. На данный момент рабочие меняют бордюры и обустраивают газоны. Реализация программы «Новая школа» продолжается в округе. С 1 сентября все ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. Исполнение закона в гимназии номер 20 проверил депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Вкусный завтрак, за который не надо платить. В этой гимназии бесплатное горячее питание получают 365 учеников начальных классов. Льгота доступна еще некоторым школьникам. Плюс к горячим завтракам предоставляется бесплатное питание льготным категориям учащихся. Это с 1 по 11 классов. Многодетные семьи, им предоставляются завтраки и обеды. И дети с ОВЗ. У них то же самое. Пшенная каша с курагой, хлеб с маслом, какао и яблоко. В рамках программы «Новая школа» на завтрак в 20-ю гимназию приехал депутат Подмосковной думы Дмитрий Дениско. Попробовали и наличие, и качество. Мне все очень понравилось. Надо было убедиться, что это питание соответствует нормам и вкусовым качествам, чтобы дети были довольны. Я полностью удовлетворен. Очень все вкусно. Проконтролировать питание детей могут и родители. Записаться на дегустацию поможет классный руководитель или ответственный за питание в школе. Также вся информация размещена на сайтах образовательных учреждений. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Акция, приуроченная к 75-летию Великой Победы. Партия «Единая Россия» передала 50 школьных парт образовательным учреждениям округа. 1418 парт подготовили организаторы для диктанта победы в Красногорске. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Передача мебели в подмосковные школы – еще один способ сохранить память о великом подбеге предков. Партия «Единая Россия» передала 25 таких парт в 41-ю Люберецкую гимназию. Я думаю, что это некий знак, некая акция, которая еще раз акцентирует внимание учащихся и педагогов, что этот год – 75-летие нашей Победы. Мы опять взор свои возвращаем к тем событиям, вспоминаем погибших, вспоминаем тружеников в тыло, говорим им спасибо. Всего же в рамках акции «Школьный инвентарь» передан двум образовательным учреждениям округа. 25 парт получил еще и 42-й лицей. 75 лет в этом году отмечает Малаховский экспериментальный завод. Он занимает особое место не только в истории городского округа Люберцы, но и всей страны. Наша съемочная группа встретилась с людьми, чья жизнь неразрывно связана с этим уникальным предприятием. 1945 год. После разрушительной войны и долгожданной победы Советский Союз начал возрождаться. Страна восстанавливалась из руин и приобретала прежний довоенный облик. Стали открываться новые заводы и предприятия. В первую очередь необходимо было поднимать угольную промышленность. 21 ноября 1945 года Советом министра в СССР подписан указ о создании Малаховского экспериментального завода. Была необходимость в шахтном оборудовании, причем более-менее современном по тем временам. Дело в том, что после войны, разруха, требовалось очень много угля. Это комбайны шахтные. Та техника, которую вывозила из забоя добытую руду. Забот дал старт новой жизни. Для его сотрудника возвели дома, школу, детский сад и стадион. В результате появился поселок, который так и назвали – МЭС. Строительство населенного пункта началось с этой котельной. Сегодня ее почтенный возраст ничто не выдает. В 2012 году на объекте провели масштабную реконструкцию. Была раньше другая котельная, 1953 года. Была на углю. Потом ее переделали на газовое топливо. Что износилось. И руководство решил построить новую котельную. Работает без людей. Автоматически все. 28 лет Малаховским экспериментальным заводом руководил Иван Лактионов. С его приходом начался процесс обновления завода. На предприятии появилось несколько дополнительных цехов, а также испытательный центр, где горная техника проверялась в условиях, приближенных к шахтным. Новые станки давали возможность создавать уникальные машины. За их выпуск заводу достоин ордена, знак почета. При участии Ивана Лактионова в Малаховке построены школы 47 и 52, детский сад номер 150, а также здание культурно-досугового центра «Союз» и телефонная станция на Красковском шоссе. Вокруг завода бурлила жизнь. И сам завод был знаменит своими людьми. Весь поселок Малаховка, особенно южная часть, хранит память о тех замечательных временах, когда завод развивался и, будем говорить, гремел на весь Советский Союз и за его пределами. История поселка МЭС неразрывно связана с именем заместителя генерального директора завода Виктора Харитонова. Строительство домов и социальных объектов велось под его руководством. Почетный гражданин Люберецкого района оставил после себя династию сотрудников МЭС. В разные времена на заводе трудились пять членов его семьи. А Сергей, в свою очередь, привел на завод супругу и дочь. Наталья Харитонова имеет к МЭСу двойную причастность. Она тоже выросла в семье работников этого предприятия. На этом заводе работал мой отец. Отец мой бывший шахтер. Он работал в шахте, получил инвалидность, попал под завал и пришел работать сюда на завод. Я пришла на завод в 1986 году, пришла комплектовщицей и проработала там 17 лет. Сам Сергей Харитонов продолжает трудиться на заводе. За 40 лет это место стало для него вторым домом. Сейчас он следит за тем, чтобы на производственных площадках соблюдались требования охраны труда и техники безопасности. Начинал свою карьеру с должности оператора станков с числовым программным управлением. Мы не мыслим себя уже без завода. У нас династиями работали на заводе. То есть люди приходили, ну, грубо говоря, рождались и умирали. В 2000-х началась реорганизация угольной промышленности. Встал вопрос и о дальнейшей судьбе Малаховского экспериментального завода. Чтобы сохранить рабочие места, его решили перепрофилировать. Тем самым дали предприятию вторую жизнь. Мы в основном сохранили коллектив, который работал еще со времен завода. Здесь работают наши токари и фрезеровщики. Коллектив сохранили. Ждем молодых. Чувство радости, что все-таки завод выставил все эти годы и сохранил свою базу, свою основу. Сегодня МЭС – это большая промышленная площадка, объединяющая 40 предприятий. Здесь производят мебель, металлические двери, косметическую продукцию, гидравлическое оборудование, технику для коммунальных систем, а также упаковочный материал и многое другое. Мне кажется, что мы продолжаем также быть основополагающим предприятием, потому что очень многие живущие на поселке работают на данном предприятии. Есть возможность здесь работать и при достаточной квалификации получать достойную зарплату. Малаховский экспериментальный завод и поселок МЭС – особая страница в истории городского округа. Вот уже 75 лет предприятие дает людям путевку в жизнь. В настоящее время здесь работают более тысячи человек. Большинство из них – люберчане. Здесь создаются все, чтобы любые полеты, и даже космические, проходили комфортно и безопасно. Звезда – лидер в области производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов. Предприятие выпускает средства, которые спасают жизни при авиационных авариях. Благодаря разработкам компании самолеты могут заправляться топливом прямо во время полета. Летит большой самолет, за ним маленький, шланг заправляется. Вот эти агайгаты очень нужны стране. Это вот сейчас мы делаем тоже. Сейчас мы пытаемся начать работать в большей степени по гражданской тематике. Но пока это только задел. Объем военной техники уменьшается. И, как президент сказал, надо переходить на гражданские рельсы. Не просто это, но эту работу мы тоже начали. Главная ценность предприятия – это его сотрудники. В настоящее время здесь работает более полутора тысяч человек. Около тысячи из них – жители городского округа Люберцы. За несколько десятков лет звезда вырастила несколько трудовых династий. Я здесь достаточно часто бываю. Когда посещаешь такие предприятия, то есть гордость и за нашу промышленность, и за наш инженерно-технический состав, и за наших ученых. Потому что они находятся на острие научно-технического прогресса. Это факт. 12 апреля и 2 октября – две значимые даты для Люберецкой звезды. Отметить День космонавтики в этом году не удалось. Помешала эпидемия коронавируса. Но через две недели предприятие отпразднует свой 68-й день рождения. Луизия Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В этом году медиа-неделя Союза журналистов Подмосковья посвящена 75-летию Великой Победы. Сотрудники СМИ вспоминают своих коллег, которые во время войны находились на фронте. Люберецкие журналисты инициировали установку мемориальной таблички Дмитрию Синютину. На торжественном открытии побывали мои коллеги. Имя Дмитрия Синютина знает каждый журналист, который работал в Люберцах в 70-е, 80-е и 90-е годы. Многие нынешние сотрудники СМИ учились у него о зампрофессии. Когда я пришла в Люберецкую правду, он работал ответственным секретарем. Он правил мои тексты. Я прислушивалась, мотала на уз. И Дмитрий Николаевич всегда отличался таким добросердечным отношением к начинающим журналистам. И не только к журналистам. О Дмитрии Синютине с теплотой вспоминают и соседи. Сегодня во дворе их дома многолюдно. В память о выдающемся человеке на фасаде многоэтажки открывают мемориальную табличку. Прожила в этом доме столько же лет, сколько Дмитрий Николаевич. Мы были соседями на одном этаже. Замечательный души человек, светлый, необыкновенно позитивно настроенный. Это первая в округе памятная доска журналисту-фронтовику. Торжественную церемонию посетила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева. Те исторические события, та война известна стала со слов журналистов. Они ведь были на передовой, иначе не сделаешь кадр, ни фотографию, ни напишешь, если ты не на передовой. И так уж случилось, что журналисты и потом писали о героях. Но о них-то никто не писал. Почти никто не писал. Исправить это решили с помощью книги «Мы нашей памяти верны». Здесь собраны рассказы о героях, тружениках тыла и о самих журналистах-ветеранах. Так жизнь устроена, что человек приходит в эту жизнь и через какое-то время уходит. Так, это законы жизни. Другое дело, что в процессе этой жизни делает человек и какой след после себя он оставляет. Я думаю, что многие поколения будут еще раз перечитывать, вчитываться то, что все время писал, излагал Дмитрий Николаевич. Открытие памятной таблички Дмитрию Синютину стало ключевым событием Люберецкой медианедели. С 14 сентября в округе проходит череда мероприятий, объединяющих журналистское сообщество. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Еще одно значимое событие 14-й медианедели. В редакции газеты «Люберецкая панорама» состоялось торжественное вручение медалей, посвященных столетию Союза журналистов России. Памятную награду получили пять сотрудников СМИ городского округа Люберцы. Среди них генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Можно творить, творить, творить. Ну, главное, конечно, не натворить. Так вот, судя по тому, что я получила награду, значит, я не натворила, а хорошо сотворила в этой жизни, что удостоилась такой чести. Конечно, она значима, и я с гордостью пронесу это воспоминание через всю свою жизнь. Медали, выпущенные ограниченной серией, люберецкие журналисты получили из рук председателя Союза журналистов Подмосковья Натальи Чернышовой. Во время встречи она обсудила с представителями СМИ программу очередной медианедели. В этом году она имеет акцент, связанный с 75-летием Победы. Мы и обращались к коллегам, и инициировали проведение встреч краеведов, опытных журналистов и молодых начинающих журналистов, студентов и школьников. С тем, чтобы как-то приобщить их к этой исследовательской поисковой работе, с тем, чтобы записать рассказы ветеранов войны. ЛРТ снова принимает гостей. Нашу редакцию посетили юнкоры детского телевидения из Жуковского. Ребята познакомились с сотрудниками телеканала, увидели, как создаются сюжеты и даже почувствовали себя ведущими новостей. Как школьники справились с экспериментом, расскажет Луиза Егезарян. Добрый день, дорогие наши юные коллеги. Я рада приветствовать вас на телеканале ЛРТ Люберецкое районное телевидение. Знакомство юных корреспондентов с телеканалом ЛРТ началось с главного редактора. В первую очередь Елена Кирсанова показала гостям редакцию, место, где рождаются идеи, тексты и верстки. Здесь лишь часть команды, остальные работают в полях. Когда я подготовила уже текстовый материал самого выпуска, я ухожу в студию, как я говорю своим коллегам, мычать, потому что я дальше продолжаю работать со своим голосом. К 12 часам я уже иду на студию, и там уже меня одевают. Это в ухо, это микрофон, и мы уже настраиваемся на прямой эфир. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Однако прежде чем попасть в студию, ребятам предстояло узнать, какую работу проделывает остальная часть сотрудников до выхода в прямой эфир. Это программный монитор, то есть тут исходная готовая картинка у меня видна. Можно монтировать и с одним монитором, просто это удобнее. Пока режиссеры монтажа собирают сюжеты к новостному выпуску, в аппаратное вещание идет подготовка к выходу в эфир. Гостеприимный редактор позволил ребятам заглянуть в так называемое сердце телеканала. Это программа для мониторинга состояния каналов, который у нас демонстрируется в эфире. Не только студия телевидения ЛРТ, мы еще и оператор связи. У нас много разных каналов, и вот здесь мы как раз видим те каналы, которые сейчас могут видеть наши зрители. Конечной точкой экскурсии по миру телевидения стала студия. Здесь ребята и примерили образ ведущего. Волнение имело места, но для первого раза юнкоры справились. Три, два, один, вошли. В эфире новости в студии Даниил Кирюшкин. Здравствуйте. Визит юнкоров на телеканал дал старт очередной 14-й медианедели Союза журналистов Подмосковья. В этом году она проходит с 14 по 18 сентября. Очень приятно, что нас пригласили. Очень интересная экскурсия и для ребят очень полезная. Они уже увидели телевидение не просто где-то через интернет, то, что мы им рассказываем, а именно работу изнутри увидели и вживую, как люди работают. Школа детского телевидения «Взлет» существует в три года. На данный момент она объединяет 12 детей, которые заинтересованы в профессии журналиста. Визит на наш телеканал значительно пополнил копилку их медиазнаний. Я хочу, чтобы все телеканалы, в том числе телеканал «Люберец», снимали очень интересные истории, делали прекрасные выпуски. Поэтому всего вам самого наилучшего. Удачи! Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Новый учебный год начался, дети сели за парты. Но это не значит, что родителям больше не придется возвращаться к покупкам школьных принадлежностей. Несмотря на то, что сезон скидок на констовары уже прошел, обязательные атрибуты ученика еще можно купить с выгодой. Наш корреспондент подскажет, как это сделать. Покупка констоваров – дело постоянное. Обновлять рюкзак школьника приходится на протяжении всего учебного года. В последний месяц лета магазин «Банди Игрушка» дарил своим покупателям скидку – 40% на всю продукцию. Тем, кто не успел воспользоваться выгодным предложением, руководство торговой сети дает второй шанс. «Три дня распродаж в этот раз, минус 40% на нашу продукцию. Будут для вас открыты все кассовые аппараты, все продавцы в выходные дни будут работать, вас ждать и будут консультировать». Скидка распространяется на все – от самых мелких канцелярских принадлежностей до игрушек и подарочных наборов. Кстати, задуматься о покупке презентов на Новый год 23 февраля и 8 марта родительским комитетом стоит именно сейчас. В магазине огромный выбор идей. Вот, например, набор первоклассника, включающий в себя 43 предмета. «То, что нужно первокласснику, начиная от ручки до тетрадки, пластилин, гуаши, акварель, карандаши цветные, фломастеры на водной основе для самых маленьких, которые ассетируются с одеждой, с рук». Приобрести такой набор выгоднее, чем покупать предметы по отдельности. А если сделать это с 25 по 27 сентября, то получится двойная экономия. Впрочем, у родителей школьников всегда найдется повод заглянуть сюда. Череда праздников уже не за горами. Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» в прямом эфире на YouTube-канале группы компании «Эколайн» провел розыгрыш пяти телевизоров. Счастливых обладателей выбрали с помощью генератора случайных чисел. К каждому лицевому счету абонента был присвоен порядковый номер, который загрузили в сервис выбора случайных чисел. Для участия в акции нужно было оплатить услугу обращения с ТКО, не иметь задолженности и зарегистрироваться в личном кабинете на сайте регионального оператора. За честностью проведения розыгрыша наблюдала наша съемочная группа. Двухлетний Ярослав любит смотреть, как работает мусоровоз. Мальчик каждое утро зовет маму гулять, а заодно проверяет, насколько регулярно и качественно производится вывоз мусора. За это маленького ревизора наградили. Вдруг, специалист Козыев, как раз тот самый водитель, с которым Ярослав знаком. Ярослав, вот сидит, вводит собственный мусоровоз. Счастливых обладателей телевизоров определяли с помощью генератора случайных чисел, выбирали номера лицевого счета. Эти подарки – призыв не только вовремя оплачивать квитанции, но и учиться грамотно сортировать отходы. Жители Подмосковья относятся к раздельному сбору с большой ответственностью, потому что количество синих контейнеров мы постоянно увеличиваем, и вывоз по графику приходится пересматривать в большую сторону. То есть отходов раздельно собранных становится все больше и больше. Морфология улучшается, потому что изначально были моменты органических отходов в синих контейнерах. Сейчас это встречается все реже и реже. В повседневной жизни мы часто используем вещи, сделанные из мусора. Макулатура – это картонная упаковка для соков и молока. Пластик, контейнеры, ящики, строительные материалы и даже одежда. От умения разделять мусор во многом зависит экологическая ситуация в Подмосковье. До конца года закрываются все абсолютно полигоны Московской области, и весь мусор, который у нас образуется на территории, будет проходить обработку перед захоронением. То есть задача сократить захоронение отходов на территории до 50%. Вручение призов состоится 23 сентября. Всех победителей уведомят о месте его проведения. А Экалайн Воскресенск, в свою очередь, обещает проводить подобные розыгрыши как можно чаще. В Центральном парке округа прошел региональный этап соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут». 600 участников из Москвы и области проверили себя на скорость, ловкость и сообразительность. Представьте себе, мы с вами приехали, допустим, Сергей Посад, незнакомый лес. За минуту мы получаем карту, у нас в руках компас, ориентируем компас, находим место старта и в заданном варианте проходим в незнакомом лесу заданную дистанцию. Каждый выбирает свой путь, кто бежит по дорожкам, кто бежит напрямую по азимуту. Чтобы оказаться в числе победителей соревнований по спортивному ориентированию, кроме компаса и карты понадобится ясная голова, самоконтроль, знания географии, топографии и математики. В Люберцах соревновались участники из 16 возрастных групп. Самому юному из них 7 лет, старшему 85. Спорт на всю жизнь, начиная от 5 лет и до 90 лет, до 100 лет. В любом возрасте, в любом состоянии здоровья, и на колясках, и на стипедах, и на лыжах, как угодно. Есть все виды спорта, очень разнообразные. И даже для водителей, есть на машинах по бездорожью. На старте соревнований игроки получали карту с 20 контрольными пунктами. Посетить нужно было 12 произвольных мест. Центральный парк округа собрал спортсменов из 14 муниципалитетов Подмосковья. Люберцы представлены даже две команды. Это, правда, начинающие только спортсмены. Во-первых, это молодые совсем, а во-вторых, это именно начинающие спортсмены-ориентировщики. Одна команда это со станции туристов, и вторая команда это муниципальная школа, по-моему, 25 номер. Победителей нету, но призеры есть. Награды нашли самых быстрых и внимательных. В каждой возрастной группе победители делили три призовых места. По итогам соревнований лидировали представители школы ориентирования из Лыткарина. Любое соревнование выявляет сильнейших, но участие позволяет завтра быть сильнейшим. Следующий этап соревнований по спортивному ориентированию на велосипедах пройдет с 17 по 21 сентября в Томилинском лесопарке. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова